доброе утро дорогие друзья сегодня воскресенье 3 мая и вы слушаете и смотрите 12 выпуск программы утренний соловей в москве сегодня прекрасное утро я надеюсь что там где вы живете оно не хуже и приход весны по идее должен бы поднять наш жизненный тонус но те у кого дети сейчас заканчивают школу испытывают наверное постоянный фоновый стресс я в прошлый раз обещал вам рассказать о том как с моей точки зрения лучше всего подготовиться к сдаче экзаменов наверное речь уже идет не о тех кто сдает егэ в этом году все-таки о последующих поколениях школьников и о том как в какие факторы учитывать брать в расчет при выборе вуза куда вы хотели бы и ваши дети хотели бы поступить но сперва я отвечу на тот вопрос который мне задают постоянно практически каждый день последние два месяца это вопрос касающийся моего отношения к дистанционному обучению вообще и к возможности перехода на дистанционное обучение так вот именно опыт последних двух месяцев меня бесповоротно убедил в том что дистанционное обучение ни в коей мере не может не в состоянии заменить традиционный метод обучения то есть того очного обучения к которому мы с вами привыкли и в котором выросли мы наши родители и наши дедушки с бабушками и дело не только в том что технически мы не готовы а во многих местах это чистая правда дело в том что содержательно и по типу коммуникации не существует альтернативы личной коммуникации лично я в данном случае имею ввиду не опосредованной а непосредственной то есть когда вы напрямую если вы преподаватель общаетесь с детьми в свою очередь для детей когда они напрямую общаются с преподавателями это самый эффективный метод коммуникации и всех существующих в том числе по части усвоения знаний дистанционное обучение с моей точки зрения это опять же опыт последних двух месяцев доказал может использоваться а в экстремальных ситуациях наподобие той которая сейчас сложилась не только у нас в стране но и во всем мире как дополнительный способ обратить внимание дополнительный способ например в заочном образовании или на разного рода курсах и он может также дистанционное обучение использоваться спорадически то есть если вам или вашим детям мы тоже продолжаем учиться надо прослушать какой-то курс или возможно даже несколько тем из курс в этом случае дистанционная методика вполне подходит но я сразу хочу сказать в чем ограничение даже если вы используете дистанционное обучение как дополнительное в чем его ограничение она требует очень высокой самоорганизации та статистика которая имеется она показывает что изначавших учиться по дистанционному методу то есть людей желающих освоить тот или иной курс концу подходит гораздо меньше чем если это было бы очное посещение курса усилия преподавателей в дистанционном обучении гораздо больше чем их усилия при непосредственной личной коммуникации я думаю учителя могут об этом рассказать уже целые легенды насколько это тяжело а для них оказалось я уже не говорю о том что дистанционное обучение но весьма затратно по ресурсам ресурсам временным и ресурсам усилий которые вы вкладываете плюс надо владеть специальными навыками и техническими знаниями допустим подготовки презентации и тому подобными вещами это требует специальной длительной подготовки обучения но даже если вы готовы готовы заниматься дистанционным обучением вы учитель вы прекрасно знаете что она все равно не в состоянии заменить по своему качеству по своему содержанию главное по эффекту усвоения традиционную методу обучения тем не менее я советую использовать дистанционное обучение для работы с репетиторами когда ваши дети готовятся к сдаче экзаменов готовятся к поступлению в вуз почему потому что это экономия времени а время при подготовке к сдаче егэ при поступлении в вуз это чуть ли не самый главный наш ресурс времени катастрофически не хватает не только детям но их родителям поэтому в этих случаях использование дистанционного обучения то есть работа с учителями или посещение каких-то курсов или частей курсов через дистанционку мне кажется вполне приемлемым в любом случае если вы работаете с репетиторами крайне нежелательно психологически переходить на только общение через дистанционное обучение потому что эффект личного присутствия хотя бы у одного-двух преподавателей не знаю сколько вам надо преподавателей репетиторов вообще можете ли вы их нанять использовать воспользоваться их услугами это крайне крайне желательно то есть личное посещение можно ли обойтись без репетиторов курсов для подготовку курсов подготовки к егэ к сожалению в подавляющем большинстве случаев обойтись без этого невозможно вопреки тому что родители думают и что стало расхожим местом что мол это нынешняя школа это совсем не то что советская школа она детей не учит она их натаскивает на егэ это абсолютное глубокое заблуждение современная школа не натаскивает детей на еге школа это место где находятся наши дети а право учить и учить школа предоставляет нам внешним агентом то есть курсом и самим детям она лишь говорит им постоянно что вас через год через два года егэ вы должны готовиться вы должны готовиться но сама школа не в состоянии подготовить к егэ я знаю что вы сейчас слушая и видя меня возразите а вот я там учился или мои дети у них прекрасная школа да я знаю сам немало прекрасных школ но статистическая тенденция состоит в том что школа к егэ не хочет готовить и подготовить не может поэтому вам приходится обращаться к услугам внешних агентов репетиторы курсы или возможно вы энтузиасты вы сами беретесь и хорошо образовал образованы во всех областях то есть такой энциклопедист эпохи возрождения и родители сами берутся за обучение детей что я могу посоветовать опять же исходя из практического опыта я не могу вам сказать по каким критериям выбирать курсы этот с не то что искусство наука но здесь многое зависит от вашей интуиции от отзывов но вот если вы пользуетесь услугами репетиторов не стоит их брать из той же школы из той же школы где ваши дети учатся по очень простой причине потому что любой учитель репетитор из той школы где учатся ваши дети заинтересован в первую очередь это бессознательное устремление имейте ввиду то есть не намеренное вот часто бессознательно доказать что он компетентен поэтому лучше брать человека со стороны или посылать детей на курсы на стороне где есть дополнительные стимулы и где именно люди со стороны могут более адекватно и объективно оценить те знания которыми владеют или наоборот чаще всего это так не владеет наши дети можно ли подготовиться самим да можно безусловно можно хотя это очень непросто по иностранному языку который требует именно общение с преподавателем тем не менее даже по иностранному языку можно если у ваших детей есть мотивация это первое условие и второе условие если вы им состоянии помочь организовать их время их жизненное пространство но даже в этом случае я крайне бы рекомендовал взять хотя бы несколько уроков там очных уроков или онлайн уроков на тему как правильно писать эссе потому что в егэ по русскому языку которые носят обязательный характер там надо написать эссе искусство писать сочинение которое было присуще советской школе она напрочь вычеркнуто из учебных планов современных школ этому можно к сожалению сейчас научиться только на стороне мои личные наблюдения мой опыт работы в качестве преподавателя профессора показывают что характер и сила воли способны творить чудеса у стендали есть замечательная фраза что в париже встречаются люди хорошо одеты зато в провинции попадаются люди с характером и вот я в бытность свою профессором гемо наблюдал немало деток прибывших из провинции и добившихся поступления в этот сверх престижный вуз вуз за счет своей силы воли за счет организации своего времени и своего пространства и за счет очень сильной мотивации и эти дети у меня вызывают вызывали и вызывают потому что со многими из них продолжаю общаться до сих пор искреннее восхищение то есть это вполне возможно подготовиться самому и сдать егэ на очень высоком уровне чем мы можем помочь нашим детям помочь им не навязчиво правильно распределить приоритеты честно говоря и учеба в вузе и учеба в школе особенно в старших классах начиная с 10 особенно в 11 она организована таким образом что честно скажу вы не в состоянии все успеть как формулирует это мой коллега если бы в неделе было 12 суток а в сутках 36 часов то безусловно наши учебные планы бы выполнялись на сто процентов но к сожалению это благое пожелание которое не может быть выполнено поэтому надо распределять приоритеты что важнее на что необходимо обращать внимание чему стоит посвящать значительную часть сил по почему почему это очень важно распределить приоритеты потому что к окончанию школы к моменту поступления в вуз или в социальную жизнь ваши дети должны оставаться психически и физически здоровыми я наблюдал много случаев к сожалению когда дети добивались того результата который от них требовали родители сами дети были мотивированы но ценой этого результата оказывалась оборотной стороной их психическая нестабильность пожалуйста решите вам нужны здоровые дети или все-таки дети которые выполнили ваши планы и потом вам придется их долго лечить это принципиально важно это принципиально важное в тот момент когда вы с детьми будете обсуждать и надеюсь что вы это делаете вместе со своими детьми в какую вузом все-таки пойти учиться обычно это комбинация нескольких факторов если это финансовые возможности семьи это привлекательность потенциальная востребованность востребованность на рынке труда самой профессии самого направления учебы транспортная доступность и интерес интерес самого ребенка к четвертый фактор интерес он чаще всего игнорируется или рассматривается как дополнительный с моей точки зрения в действительности это чуть ли не самый важный фактор потому что если вашему ребенку мальчику девочки вашему внуку внучке интересно учиться именно по этому направлению он с большей вероятностью не гарантия гарантия здесь быть никаких не может он с большей вероятностью добьется успеха и как минимум ему будет интересно заниматься этим делом при этом имейте ввиду что здесь нам в помощь нам родителям двухуровневая система образования бакалавриат магистратура если ваш ребенок и выбрал или вы помогли ему выбрать то направление которое ему не очень нравится то он может доучиться до конца бакалавриата и потом пойти учиться дальше магистратуру по другому направлению он получит фактически два высших образования в этом с моей точки зрения единственное преимущество двухуровневой системы единственное немаловажное во всем остальном двухуровневая система мне кажется крайне неудачным и применением для российской действительности и один небольшой лайфхак жизненный он основан на правда научных знаниях и он думаю пригодится вашим детям когда дети готовятся к экзаменам вот они читают книги учебники усвоение материала его запоминаемость увеличивается если они прочитывают два раза подряд два раза подряд одну и ту же тему не так как мы привыкли читать то есть дочитал книгу потом и заново нет прочитал главу сделал небольшую паузу и прочитал ее заново тогда усвоение и запоминаемость материала повышаются пожалуйста передайте этот лайфхак которым я пользуюсь до сих пор а стал пользоваться еще в школьные времена и он мне помогает а теперь несколько красивых и как мне кажется приличествующих случаев раз из синеки но на этот раз не из-за его писем к луцилию а из его трактата о блаженной жизни главное для нас не уподобляться овцам которые всегда бегут вслед за стадом направляясь не туда куда нужно а туда куда все идут нет на свете вещи навлекающие на нас больше зол и бед чем привычка сообразоваться с общественным мнением почитали за лучшее то что принимается большинством и чему мы больше видим примеров мы живем не разумом а подражанием отсюда это вечная давка где все друг друга толкают стараясь оттеснить и как при большом скоплении народа случается иногда что люди гибнут в давке в толпе ведь не упадешь не увлекая за собой другого и передний спотыкаясь губит идущих сзади так и в жизни если приглядеться всякий человек ошибившись прямо или косвенно вводит заблуждение других поистине вредно тянуться за идущими впереди но ведь всякий предпочитает принимать на веру а не рассуждать и насчет собственной жизни у нас никогда не бывает своих суждений только вера и вот передаются из рук в руки одни и те же ошибки а нас все швыряет и вертит из стороны в сторону нас губит чужой пример если удается хоть на время выбраться из людского скопища нам становится гораздо лучше пожалуйста помните эту фразу когда вы обсуждаете с детьми куда им пойти учиться или даже если не учиться куда направить свой путь после окончания школы спасибо большое что вы были со мной что вы слушали меня а я остаюсь с вами и до новых встреч